На слушание эта парочка пришла вместе, но в зале суда их рассадили по разные стороны, ведь сегодня она подсудимая, а он потерпевший. 27-летняя Нижнекамка в пылу пьяной ссоры ударила своего взрослого сожителя ножом, а случилось это после того, как мужчина не дал девушке поиграть на его телефоне. Он просто вырвал телефон и толкнул ее. И в последующем она как бы обиделась на него и через некоторое время хотела в силу своей обиды взяла нож и ударила по телу потерпевшего. В итоге ссора обернулась для пары судебным разбирательством. Возбудили уголовное дело за умышленное нанесение легкого вреда здоровью. Свою вину девушка признала полностью. Написала явку с повинной. Прошу тебе сказать, что мягчайся, когда она обстать, что уже потерпевший, все-таки они примирились, просил ее. Костротивная ответственность моя была значительно не привлекала в течение календарного года. Дело рассмотрели в особом порядке. К слову, никаких трудностей по ходу процесса не возникало. Проблематично было привести участников разбирательства в суд. Известно, что пара живет в заснеженном шалаше возле гаражного кооператива. И добраться до их самостроя было не так-то просто. В начале недели наши корреспонденты попытались это сделать, но не вышло. Территорию охраняет свора бродячих собак. Сань, там собаки. Я отсюда вижу. И там не одна собака. Сань, они сюда бегут. Валим. Валим. Ранее Нижнекамка уже была судима за кражу. Отсидела реальный срок. Один год и восемь месяцев. Что касается удара ножом, то за него девушка понесла следующее наказание. Восемь месяцев условно. Впрочем, еще до суда парочка помирилась и продолжает жить вместе. Пока в шалаше. Но в скором времени они планируют перебраться в съемную квартиру. Вадим Струминский, Евгений Лызаев. Новости НТР.